МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ. В студии Юлия Александрова. Здравствуйте. На Славянском базаре решающий день для участников конкурса исполнителей эстрадной песни. Сегодня вечером состоится второй финал. Ближе к полуночи уже будут известны имена лучших. Однако разрешится главная интрига только завтра. Между тем уже стали известны итоги первого финала. В лидерах представитель Мексики, кстати, эта страна впервые принимает участие в Славянском базаре. Родриго де Лакадена просто взорвал зал, исполнив известную русскую народную песню «Калинка-малинка» и набрал 95 баллов. Всего на 7 баллов от него отстал белорус Артур Михайлов. Подробнее Анастасия Бут. Самое ожидаемое событие четвертого фестивального дня – это, конечно, второй финал конкурса молодых исполнителей. К слову, минувшей ночью в первом финале наибольшее количество баллов – 95 – набрал представитель Мексики. Я был лучшим, самый высокий результат. Для меня это сюрприз, потому что очень тяжело. Русская песня, а я из Мехико. Я говорю по-испански, еще английский, думаю на трех языках. Кроме того, меня просто восхитила аудитория. Зрители были нереально классные. Сегодня же молодым конкурсантам предстоит исполнить один из мировых хитов под фонограммой «Минус один». Первым на сцену летнего амфитеатра выйдет представитель нашей страны Артур Михайлов. От мексиканского фаворита белорус отстает всего на 7 баллов. Кто станет лучшим, покажет вечерний концерт. А пока на сцене идут репетиции, члены жюри, уже известные люди, вспоминают собственные взлеты и падения. Я в 10 классе заняла второе место на конкурсе республиканском. Я шла домой и плакала. Я помню, иду мимо магазинов, гастрономов, мусорные бачки. Я себе с бантиками иду. Но говорила я себе, что ты вырастешь, обязательно всем докажешь. Обязательно все увидят, какие у тебя песни. И вот такие фестивали, они закаляют. Ровно в 22 часа начнется второй финал международного конкурса исполнителей эстрадной песни. Но до этого сцену летнего амфитеатра займет эпатажный Борис Моисеев. А в филармонии в концертном зале Витебск зрителей будет ждать легендарный Леонид Пташко и его несравненный джаз. Завтра же прозвучат последние позывные славянского базара. Все, что со мной произошло здесь, это невероятный опыт и удовольствие, которого нигде не получишь. Ни за какие деньги миллионеры не купят это удовольствие. Потому что здесь надо находиться в этой атмосфере. А эта атмосфера прекрасна. Благодаря вашему президенту и всем людям, которые приложили невероятные усилия для того, чтобы этот праздник состоялся. 23-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске приближается к своему финалу. Но пока об этом гости и жители фестивального Витебска стараются не думать. Да здравствуй, славянский базар! Анастасия Бут, Сергей Ковалкин, телекомпания СТВ, Витебск. Сильные ливни и ветер обрушились на Беларусь. Два человека пострадали от упавших во время грозы деревьев в Гомеле. Мужчина и женщина с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. В Гродно сильнейший дождь продолжался несколько часов. Упавшие деревья повредили три автомобиля. Вода залила многие подъезды домов, улицы. На одной из них провалился почти 10-метровый участок асфальта. Грозы прошли накануне по всей стране. Из-за сильного ветра пострадали шесть населенных пунктов в Гомельской, Минской и Могилевской областях. Повреждены кровли жилых домов и сельхозпостроек. Более 700 населенных пунктов остались без электроэнергии. Непогода бушевала и в соседней России. В Новосибирской области гроза с градом привела к человеческим жертвам. На базе отдыха дерево упало на палатку, в которой укрылись маленькие дети. Погибли девочки-двойняшки трех лет. Еще один ребенок в реанимации. Трагедия произошла на берегу Обского водохранилища. Все произошло внезапно. На кадрах видно, как люди отдыхают на пляже. Резко поднимается ветер. И через несколько секунд с неба начинают падать огромные градины. Вскоре ветер достигает такой силы, что с легкостью срывает крыши, ломает деревья и рекламные щиты. Из-за непогоды в городе Бердске и его окрестностях частично нарушено электроснабжение. И к событиям в Украине. Сегодня жертвой противостояния стал гражданин России. Еще двое госпитализированы. Утром со стороны Украины в жилой район Донецка Ростовской области попали три снаряда. Один из них практически полностью уничтожил дом. В настоящее время на месте ЧП работает следственная группа. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», совершенное общественно опасным способом. Также в городе работают взрывотехники. По предварительной версии на территорию города попало около семи снарядов. МИД России уже предупредил Киев об ответственности за обстрел. Тревожные новости в эти минуты поступают из Ливии. Ожесточенные бои развернулись в Триполи. Противоборствующие группировки сражаются за контроль над международным аэропортом. Ранее воздушная гавань находилась под контролем ополченцев из города Зинтан. Этим утром на их позиции попали боевики-исламисты. Данные о жертвах и пострадавших уточняются. Из аэропорта отменены все вылеты. Ополченцы из Зинтана, выступающие против федерализации Ливии, установили контроль над воздушной гаванью Триполи сразу после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году. Министр сельского хозяйства в роли учителя. А учениками на время стали полторы сотни управленцев со всей Беларуси. Такой курс прошел в Горецкой сельхозакадемии. Тема, которую проходили на этот раз, важна не только для отдельно взятой отрасли, но и для экономики страны в целом. Как правильно, самое главное, без потерь растить телят сегодня этой проблемой занимаются самые лучшие специалисты в стране. Подробности в нашем сюжете. Программа строительства и реконструкции молочно-товарных комплексов в стране на завершающем этапе. Однако возведение ферм – задача номер один. Но не менее важно их заселить животными. Как показала жизнь, справиться с ней под силу далеко не всем хозяйствам. Учебная ферма сельхозакадемии – исключение. Местные селекционеры научились выращивать от наших черно-белых пеструшек и голландских быков собственное высокопродуктивное стадо. Да никаких денег не хватит, чтобы возить корову из-за рубежа. Поэтому самый кратчайший путь, и он испоконно веков известен – это отбор своих лучших животных. Сегодня, к примеру, только на Могилёвщине лишь 4 района из 21 смогли добиться хороших результатов селекции. Такая ситуация, кстати, характерна для страны в целом. Не без гордости руководитель Круглянского района говорит, что их специалисты научились таки выращивать так называемый «ремонтный молодняк». То есть необходимый для замены отбракованных и выбывших из стада животных. Тем не менее, стремиться ещё есть куда. При сегодняшнем положении дел удои на корову пока оставляют желать лучшего. Потому в горках поучиться было чему. В особенности заинтересовало, безусловно, содержание и кормление молодняка. То, что мы должны переместить непосредственно себя, и мы это переместим. И тот скот, который, безусловно, сегодня имеется в отшхозе, мы должны стремиться к этому. От того, насколько хорошо удастся сформировать высокопродуктивное стадо, зависит и пополнение казны государства валютой. Потому каждый литр молока сегодня без преувеличения на вес золота. Есть уже и передовые хозяйства с численностью 2-3 тысячи голов до иностада, которые имеют рекордные показатели. Совершенства предела нет. Ведь не надо ехать далеко за пределами нашей государства, чтобы иметь некий практический опыт. Надо просто перенять то, что делается в наших передовых хозяйствах. Построить фермы и заполнить их животными – только половина дела. На вешай оборудование, которым оснащены новые комплексы, уже не обслужить, что называется, с молотком и кувалдой. У нас в области создана программа. Назвали эту программу в общей хозпродице 5К. Первое. Что касается сегодня комплексов или реконструируемых молочно-товарных ферм. Первое. Второе. Это грома. Третье. Это коровы. Или воспроизводство. То, что сегодня так вот скрупулезно мы рассматриваем. Следующее. Это, что касается кадров. И пятое. Это контроль. Задачи перед молочным животноводством стоят, конечно, непростые. И от того, насколько эффективно сейчас работают наши аграрии, зависит и успех развития всей молочной отрасли страны. Ольга Федорович, Ирина Недобоева, Сергей Вишневский. Телекомпания СТВ. Могилевская область. В эти минуты готовится к эфиру итоговая информационно-аналитическая программа недели. И вот некоторые ее темы. Это локатор нового поколения, метрового диапазона. Современное оружие и раритеты Великой Отечественной. Такие наши любители. Женский взгляд на игрушки для настоящих мужчин. Анастасия Дегтярь в стиле милитари. Под грифом несовершенно секретно нам удалось заглянуть в лицо даже самому современному вооружению. Мне объяснили, что сам банк ответственности за мои снятия не несет. Банкомат. Друг или враг? Заплатить по безналу и остаться с носом? Карточки это более безопасно. Как ли безопасен пластик? Евгений Горин. Карточный тест-драйв. На самом деле, чтобы пользоваться деньгами чужой карточки, не обязательно ее красть. Достаточно переписать на бумажку все данные с нее. Обычно я сдаю. Сегодня у меня вышло 20 литров. А так обычно бывает, что и по 30, и по 25. А много ли корова дает молока? И какова цена вопроса? Через неделю в Могилевской области в качестве эксперимента вводится свободное ценообразование. Алексей Мартиненок. Молочный эксперимент. Чем манит Витебск звезд первой величины? И кого назовут лучшим голосом славянского базара? Яна Шибко. Все цветы июля. Яна Шибко и Ляпачко заглянули за кулисы фестивальной жизни. И Надежда Бабкина. Гость недели. Что увезет звезда домой и чего боится казачка Надя? Ожидаем телемост из Витебска. Эти другие заметные темы уходящих 7 дней в итоговой программе неделя с Евгением Гориным в 19.30. Далее спортивное обозрение Дениса Гончаренко. Я же на этом прощаюсь. Не скучного вам продолжения дня.